Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спас жизнь вождю Деловаров В награду Чингачгук Должен получить в жены Юную красавицу Уатауа Дочь спасенного вождя Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все доловары хотят знать Как происходил поединок Чингачгук Девушки отдыхают Начинает свой рассказ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У Атового похитили короны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Должен признать, что у тебя чертовски острый глаз. Пойдем. 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 Это и есть замок Тома Хаттера? Да. Хорошо здесь. А, ерунда. Озеро, как озеро. Много воды, а кругом горы. А без воды были бы только горы. Хе-хе, ты новичок. Ну что стоишь, надо скорее перебираться. Что-то мне не нравится недавняя стрельба. Ждем. Смотри, Гарри. Это макосин Гурона. Едем. Там мы будем в безопасности. А кто-нибудь знает, откуда пришел Том Хаттер? Да толком никто не может объяснить, почему он спрятался в этой глушке. Но этому плавучему Тому везет. Его капканы никогда не пустуют. Понятно, я не могу. Это та же, пожалуйста. Пробавляем. Простите. В доме никого нет. У Тома Хактера есть жена? Была, но умерла. У него есть дочь, Юдит. Умна, как дьявол, и очень хороша. Она тебе нравится? Ты догадлив. Если она выйдет замуж за другого, я постараюсь в тот же день оставить ее вдовой. А если она его полюбит? Я его убью. Она мне за два года уже стоила 200 талеров. Я трачу все свое свободное время на поездки сюда. И бобровые шкуры продавать некогда. Вот почему ты здесь. Да, я приехал из-за нее. А ты? Я должен встретиться на берегу озера с Чангачгуком. С большим змеем? Да. Гурон украли его невесту. А где же ты с ним встретишься? Озеро большое, а вокруг леса и горы. Мы встретимся. Старого Тома не видно. Наверное, он находится на бобров. А я все думаю, не Чангачгук левен, а у них тех выстрелов. Да, эти выстрелы могут значить, что твой друг, большой змей, встретился с гуронами, и они убили его. Я все-таки удивляюсь, как ты можешь помогать краснокожим. Он мой друг. Да разве краснокожий человек? Для меня он все равно, что зверь. Пах! Не езди ты, друг, в Литтельфильд, Поля там пустые, унылый вид. Царит тоска в Нью-Литтельфильд, Сплошные болота там. Никому там нет пути, Ни проехать и ни пройти. Ни пешком, ни ни вверхом, Ни пройти в болоте том. Да, песня моя слабость. Музыка 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 Продолжение следует... 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 У которого Гуроны украли невесту. Трудное время. Начинается война. К нам вечно кто-то лезет. То англичане, то французы. Я беспокоюсь за дочь. Напрасно. Я же с вами. Да. Это очень кстати. Ты не хочешь уехать в форт? Там безопаснее. Я не очень люблю общество этих офицеров. Но ты подданная английского короля и говоришь на его языке. Я выросла здесь. Тут по берегу шатаются Гуроны. Наверное война застигла их по дороге на охоту. С ними женщины и дети. Да, этот сброд шатается сейчас повсюду. Ага. Так где у вас назначена встреча? Может быть у меня? На берегу озера у скалы. В случае войны он сможет нам помочь? Ну как? Честно говоря, я не доверяю краснокожим. Будь то Гурон или Деловар, все они наши враги. Чингачгук мой друг. Значит вы и мне не доверяете? Сейчас у нас война. Зачем вы меня похитили? Что вам от меня нужно? Не знаю. Это дело мужчин. Головары отомстят за меня, знай. И очень скоро. Ха-ха-ха. Так ты говоришь, что с Гуронами их женщины и дети? Это нам на руку. Может выиграть неплохое дельце. Гороны... Гороны и наши враги. И это хорошо, когда знаешь, где их лаги. Говорят, вы хороший стрелок, Сверовой. Вот цель. Вы подошли, вы к капитану Эрли. Раз, два, раз, два, раз, два, быстрей! Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, не вставать! Тонтон, вы хороший наездник. Да, Саша. Ах да, вы же ничего не боитесь. Эй, капрал, коня для лейтенанта! Это кто-то сделал себе. Отставить, капрал! Офицеры должны пользоваться авторитетом у своих подчиненных. Кроме того, некрасиво, когда офицер вылетает из седла. Где вы их захватили? Там, внизу реки. Осмелюсь доложить, сад, сяд в плен французский патруль. Четыре человека, четыре коня. Четыре коня? Отлично. Зверобой спит. Вот и хорошо. Только бы не мешал нам. Он питает слишком большую симпатию краснокожим. Зверобой, они поплыли к берегу. Поезжайте, верните их. Наверное, они отправились на разведку? Нет, им нужны скальпы Гуронов. Вы это точно знаете? Гарри говорил об этом с отцом. Значит, это его идея? Не знаю, но отец этим уже давно не занимался. Он же знает, что ссориться с ними нельзя. Он один на озере, его убьют. Угу. А теперь он решил, что во время войны все дозволено. Но, во всяком случае, он должен был подумать о вас. Поезжайте скорее. Догоните их и уговорите вернуться. А вы? Я часто остаюсь одна. За меня не беспокойтесь. Значит, топор войны вырыт опять. Сейчас мы с нашими детьми и женами на земле врага. Деловары могут появиться внезапно. Надо скорее снимать вегвамы и уходить. Пойдем на север, родные леса. Правильно. До рассвета запаситесь дичью. Возьмите стрелы. Ружья должны молчать. Правильно. На озере есть бледнолицые. Враги. Неужели в Гурону уйдут без их скальпов? Жизнь каждого человека нашего племени дороже скальпов бледнолицых. Пойми это. О, а то уже поздно. Ложи спать. Не уходи. Останься у нас добровольно. Дикая Роза думает о доловарах. Она их больше не увидит. Остал бы мне. Приятное видео. На воронами. Здесь прямо все известны. Зачем вам повер McCarthy. Враги какha. Влочь какго. Я правое хорошо. Впрацет запас. 渡ven. Поехали! 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 Мы захватили бледолицых около лагеря! Смотри, вот они! Давай веревку! Привязывай его к дереву! Смерть им! Смерть бледолицым! Смерть бледолицым! Смерть! Стрие стрелы желая дико розе добра. Настанет время, и он будет вождем племени Гуронов. А жена вождя должна быть такой, как дико роза. Смерть бледолицым! Смерть бледолицым! Это бледолицый из озера! Решай, что с ними делать! Они наши враги! Нет, ваши друзья! Мы просто хотели угостить вас огненной водой! Том, правда? Бледолицый лжет! Значит, Гуроны взяли в плен Гарри моего отца! Вы знаете, что им теперь грозит? Знаю! Гуроны их убьют! И вы и так спокойны! Да ведь они тоже поехали за скальпами! Только потому, что сейчас война! Нет, потому что за скальпы индейцев в форте много платят! Индейцы снимали скальпы и до нас! Снимали! Тогда почему же вы обвиняете моего отца? Только потому, что он, как и многие белые, сделал это своим ремеслом! Убей или тебя убьют! Таков здесь закон! Юдит, вы не правы! Разве Хаттер... Не забывайте, Хаттер мой отец! Как же все-таки помочь ему? И Гарри? Гарри... А что, если попытаться их выкупить? Что можно предложить за них? Я думаю, в сундуке отца найдутся какие-нибудь ценные вещи! Тогда еще не все потеряно! А где ключ? Отец при мне никогда не открывал сундук! Я не знаю, где он прячет ключ! Тогда поищите его! А я должен вернуться на берег! У меня назначена встреча с Чангачбуком! Он, наверное, уже ждет меня! Зверобой! А вам лучше перейти в ковчег! Там, пожалуй, будет безопаснее! Поехали! Зверобой! Центinson... Так! 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 Зверобой! Выходи, Гурон. Ты вырыл топор войны между доловарами и Гуронами? Нет, это англичане и французы воюют между собой за наши земли. Гуроны и доловары враги. Но мне не нужен твой скальп. Это речь труса, не воина. Прими мой вызов. Мы братья. Береги свои силы для войны с бледнолицами. У доловаров длинные языки, они болтливее бафуру. Береги свои силы для войны. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Осторожней! Субтитры сделал DimaTorzok Какие же они негодяи? Эти люди хотели снять скальпс, уа-тва Ты должен теперь презирать нас Ты тоже бледнолицый, и все-таки ты мой брат Субтитры сделал DimaTorzok Бьюдитт, это большой змей, мой друг Что с моим отцом? Гурон уходит на север А мой отец? Мы взяли в плен гурон, он может пригодится Вы думаете, его можно будет обменять? Одного гурона за трех пленных? Почему за трех? Третью уа-тва Вы нашли ключ В таком сундуке должно лежать много вещей Но где же ключ? Есть ли есть ключ? Он не может летать в воздухе? Или плавать в озере? Я везде искала, его нигде нет Может быть, хватит бочонка пороха и ружья отца? За их скальпы дадут вдвое больше Вы правы Что же нам делать? Подходит Выдвиньте сундук на середину Вот еще один Я таких зверей на земле еще не видел Гуронам они понравятся Вы уверены? Конечно Это же чудо Двухвостый зверь Значит, их можно обменять на отца, Гарри и уа-та-уа Вот и лаваров не выкупают женщин Гурон, я буду говорить с тобой Это великое чудо-монету Во хвоста Так вот, Гурон Я дарю тебе свободу И даже отвезу тебя на берег Расскажи вождю о звере с двумя хвостами Как ты думаешь, Хатар? Нас они возьмут с собой? Наши скальпы возьмут Перестань Мне не до шуток, Том Еще бы Мы с тобой в первый раз в такой переделке Еще не привыкли Скажи, что теперь будет с Юдит? Почем я знаю Может, уйдет в форт С твоим другом Будь проклят, этот молокосос Бледнолицые пришли сюда снять скальпы с наших женщин и детей Ну что тут нет За это они будут скулить у столба пыток, как паршивые собаки А потом с них снимут скальпы Если мне удастся уйти, я вас всех уничтожу Всех! Где вождь? Где расщепленный дух? Смотрите, право, отпустили и ничего не сделают Великое чудо я видел у бледнолицых Два зверя И у каждого зверя по два хвоста Спереди и сзади За каждого белого по одному зверю Но согласятся ли Гуроны на наше предложение? Увидим Думаю, что согласятся Сейчас в форте было бы спокойнее Для вас, безусловно А для вас? Я ведь охотник И очень не люблю людей из форта Плохие люди встречаются не только в форте А ком это вы? Я не считаю хорошим человеком Гарри Но он же собирается жениться на вас Это сказал Гарри? Он любит похвастаться Мой отец, конечно, был бы не против Вы несправедливы, Гарри По-моему, он вас любит Но мне-то он Совсем не по душе Гуроны приближаются на плоту С ними плавучий том и другой бледолицей Они связаны Может быть, они хотят перехитрить нас На всякий случай приготовьте ружья И оставайтесь здесь Есть среди вас вождь? Или на плоту воины без имени? Мой брат очень горд Я расщепленный дуб Вождь Гуронов Что хочет предложить вождь Гуронов? Проворный лось принес Гуронам радостную весть У бледнолицых есть какое-то чудо Правда, что у этих зверей два хвоста? Вот один из этих удивительных зверей Возьми, я доверяю тебе Доверяешь? Но я вижу в окне два ружья Уберите вы оружие И мы тоже уберем свое Проклять Мой сундук Чудо великого монету И мы получим таких зверей? За каждого пленника один зверь Старый охотник, мудрый человек Король озера За него надо дать Двух зверей Верни звери обратно Гуронам не подобает торговаться со своим братом Деловаром Мы согласны на такой обмен Где твой второй зверь, кинь его Отдай пленных Получишь второго Хорошо пусть будет так Мудрый человек Юдит, мое сокровище Вы очень горевали обо мне Пока я был в руках краснокожих Разумеется Озеро вот-вот выйдет из берегов От моих слез Ты с ума сошел? Я тебя Болван, вы погубите нас всех Это была просто шутка Я пошутил Острео стрелы умер Бледнолицы из озера Бесчестные люди Они в нас стреляли сейчас Ни один бледнолицы не уйдет живым отсюда И все, что есть на озере Будет принадлежать Гуронам Острео стрелы Мы обещаем тебе это Обещаем тебе следую Смерitä Смер veure Смерять Музыка КОНЕЦ 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 Глупости! Уроны тоже снимают скальпы из краснокожих и белых. Это не служит для нас оправданием. Молодой человек, мы с вами на войне, а на войне человеческая кровь льется рекой. Да разве краснокожие люди? Скальп краснокожего для меня все равно что волчьи уши, зато и другое одинаково платье. Ещё проще добывать скальпы женщины и детей. Риску меньше, а деньги те же. Пожалуй, ты из бобра запретишь снимать шкуру. Во время войны только мёртвый индейец хорош. А каждый живой должен сражаться за белых. Молчи краснокожий! Здесь мы хозяева! Закон на нашей стороне! Плохой это закон! Грабить и убивать! Нет такого закона! Что? Мы грабители? Мы убийцы? Не шуметь в моём доме! Я уже 15 лет здесь хозяин, озеро моё! Не надо! Ты несправедлив! Не вмешивайся! Это мужское дело! Озеро принадлежит индейцам уже сотни лет. С тех пор, как я поставил здесь свой дом, оно моё! Я никому не собираюсь отдавать свою собственность! Запомни это раз и навсегда! Ты так с ним говоришь, как будто он белый! И то верно! Я думал, вы лучшим! Вы тоже хороши! Кто вам позволил лезть в мой сундук? Кто разрешил отдавать этим скотам то, что заработано с таким трудом? А! Заработано трудом? Тебя спасла отсюда и виселица эта глушь! Всё это добро краденое! Пусти меня! Пусти меня! Слышишь? Что вы наделали? Выгнали двух хороших людей, да ещё затеяли драку! Гуроны вокруг озера! А, нам только и остаётся ждать их! Всё из-за вашей дурацкой стрельбы, Гарри! Ах! Надо было уехать в форт! Там безопаснее! Из-за нескольких жалких гуронов бросать своё имущество ни за что! Что же делать? Ночью перейдём в ковчег и будем плавать по озеру! Судьба этих негодяев меня не волнует! Мне жалко девушке! Я заметил, что Белой Розе тоже понравился мой брат! Я здесь для того, чтобы помочь тебя освободить Уатуа! Когда первые лучи утреннего солнца озарят верхушки деревьев, Уатуа будет со мной! Идём! Ух! КОНЕЦ 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 Идём к лошадям. Всё спокойно. Доловар в локере! КОНЕЦ 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Эй, жаробой! У тебя лошадь! Что ты здесь делаешь? Я думал, ты у Хацера? А ну его! Что-нибудь случилось? Том слишком хитёр. Он думал обмануть меня, но это ему не удалось, и я ушёл. А как же Юдит? Пожалуй, теперь твоя очередь попытать счастье. Эй! Остреё стрелы мёртв. Большой змей ударом ножа убил его. Я ему предложил мир. Он отказался. Мне не нужна кровь Гуронов. Что же привело тебя в наш лагерь? Вы украли у доловаров девушку. Какое тебе до этого дело? Ведь большой змей не доловар. Большой змей сын Ункоса, вождя Мадикан. Племя твоё вымерло. Да, но доловары приняли меня как вождя и оказали мне все почести. Ты сможешь стать воином Гуронов. Иди к старому Тому и скажи ему, что Гуроны ушли к себе на север. А ночью, когда Том уснёт, направь его ковчег к тому месту, которое я укажу. Военная хитрость и трусливое предательство не одно и то же. Пусть мой брат посоветуется с юной Уа Тауа. А всё-таки вы вернулись, Зверобой. Так я и знал. Разве я мог бросить вас? Этот ковчег устроили сами? Сам разумеется. Нас преследует злой дух Уа Тауа. Я всё слышала, что он сказал. Старик и молодой охотник хотели с меня снять скальп, Чингачкук. Я был недалеко от тебя. Ты меня звал, я слышала крик сойки. Какое тебе дело за бледнолицого? Разве он тебе друг? Не защищай его, лучше послушайся вождя. Ты хочешь, чтобы женщины Гуронов показывали на меня пальцем и говорили, он стал Гуроном ради спасения своей жизни? Уа Тауа должна была стать женой Острия Стрелы. Но Остриё Стрелы умер. Если б большой змей остался у Гуронов, он бы взял в жёны Уа Тауа. Но прежде докажи свою верность и перехитри плавучего Тома. Я должен застать его спящим. У Гаттера есть дочь. Она, как и зверобой, ни в чём не виновата. Нам нужен плавучий Том. Я воин-вождь, а не предатель. Тогда ты умрёшь у столба пыток. И дух твой отлетит навечно к предкам твоего народа. Я тебя отучу, проклятый лодер. Ты меня будешь помнить, я тебе покажу. Ну и везёт же вам, Капрал. Пять испанских талеров. И вам не стыдно? За такой скальп пять талеров? Он не высохший. Пять талеров. За него дадут четыре бобровых шкуры. Я же за ним охотился, рисковал жизнью. Пять талеров. Краснокожий больше не стоит. Ну уж так и быть. Я хочу поговорить с капитаном Уэрли. Дело касается французских индейцев. Капитан Уэрли сел завтракать. Сейчас нельзя. Завтракать? О, хорошо, что вы напомнили. Нам во время войны нечего делать. Капканы нельзя ставить. За звериные шкуры сейчас платят в два раза меньше. Только на скальпах и можно заработать. Но так жить нельзя. Вы всё ещё питаете какие-то надежды. Вам надо ехать в форт, Хаттер. Что мне делать в форте? Я ведь не старая баба. Я должен от вас уйти. Зверобой, прошу вас, не покидайте нас. Могу остаться только до вечера. Хотите вернуться, Хаттер? А больше некуда ехать. Ночью дом могли захватить Бурона? Там никого нет. Дом пустой. Вы так думаете? Не видно ни челнока, ни плота. Всё это так, но плот можно спрятать под платформой. Ерунда. Ни единой души. Иди, Мэри, в нём. Форте, засталось. Та. Ах! Ха-х. Ух! Съем. Та. Стрем! Играет музыка. Людит! Алло, я здесь. Из-за двух-трёх соотечественников я не могу оголить форт, а вино превосходно. Да, сэр. Хаттер и его дочь действительно в опасности. Юдит Хаттер? Почему же ты мне сразу не сказал? Очаровательная девушка. Жаль, что я не могу ничего для неё сделать. Я думаю, старый Хаттер сам справится с краснокожими. Но если это подданный английский Гурон... Торнтон, не говорите глупости. Я с минуты на минуту жду нападения французов на форт. Ваша честь, всё-таки полсотни голов упускать нельзя. Я уже сказал, что оголять форт я не имею права. Ваша честь, я здесь знаю каждую тропинку и проведу вас ближней дорогой в лагерь Гуронов. Эту индийскую банду мы захватим врасплох. Так сколько их, ты сказал? Пятьдесят, Ваша честь. Не считая женщин и детей. Пятьдесят умножить на семь это будет... Покажи, где лагерь. Здесь. Там вождь Гуронов со своими негодяями. Значит, вы знаете? Он думает, что король нам зря платит жалования. Кстати, там в озере водятся необыкновенные лосось и форель. А ты даешь нам гарантию, что у нас не будет больших потерь? Да, я надеюсь на успех. Это дело верное. Торнтон, вот случай доказать свою преданность королю. Да, сэр. Кабрал! Кабрал, приготовить к выступлению две роты и мои удочки. Да, сэр. Пошли. Воды. 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 Негодяи. Они сняли с него скальп. Проклятье. Со мной все кончено. Отец, успокойся. Я... Я не твой отец. В сундуке маленький ящик. Золото. Ну, кто же мой отец? А... Я всегда... Всегда любил тебя, Юдит. Ты был всю жизнь моим отцом. Им останешься. Юдит... Я был убийцей. Я застрелил адмирала. Его жену. Здесь. В сундуке. Его бундир. Её... Платье. Я... Я пират. А-а-а! А-а-а! Ну, как дела, Торрентон? У вас чешутся руки перед боевым крещением? Нет, сэр. Хлебните виски. Лучше валяться на земле пьяным, чем мёртвым. Хе-хе. Ты что-то хотел сказать? Я думаю, ваша честь, одна треть денег должна достаться вам. Одна солдатам и одна мне. Там будет видно. А ты уверен, что они от нас не ускользнут? Совершенно уверен, ваша честь. Индейцы расположились на косе. С трёх сторон вода. Хорошо. Гурон делает выстрел и считает, что его враг сразу уничтожен. Придержи язык, магиканин. Ни одно племя не сравнится с гуронами. Так думали и магикане. А теперь их черепа иссушены солнцем. Кто служит белым, должен умереть. До тех пор, пока индейцев разделяет вражда, белые будут нас грабить и уничтожать. Хе-хе. Чингашгук боится за свою жизнь. Сколько событий за три дня? А мне кажется, что мы знакомы вечности. Вы и я молоды и должны быть откровенны. Вы со мной согласны? Ответьте мне, Зверобой, с такой девушкой, как я, вы могли бы связать свою жизнь? Вы мне очень нравитесь, Юдит. Так уйдем отсюда вместе. Я не могу больше жить в этой глуши. Я здесь потеряла отца. Это озеро, лес. Как я ненавижу их. Юдит. Зверобой, ведь мы любим друг друга. У нас есть все, что нужно для жизни, и даже больше. Я отвезу вас в форт, обещаю вам. И вы там останетесь? Нет. А я так надеялась. Ты умрешь, Магиканин, как подобает воину. Вы там останется шоу. Эту много. Все вöhни. Я не знаю... Эту... Эту... Магиканин. Эту... Эту... Эту. Эту... 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 КОНЕЦ 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 Чингачгук показал нам свою храбрость. Но силой и ловкостью он не может сравниться с гуронами. КОНЕЦ 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 КРАСНЫЙ БУЙВАЛ СЛОМИТ ГОРДОСТЬ БОЛЬШОЙ ЗМЕИ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...